Экспонаты в парке музея «Патриот» любят изучать малыши. К ним можно подойти поближе, потрогать детали и познакомиться с устройством тех или иных частей. Таким образом, подрастающее поколение может прикоснуться к истории и узнать, какая техника стояла на защите Родины во времена военных конфликтов. Но, как оказалось, далеко не все саровчане чтят подвиг своих соотечественников. Неизвестные выбили стекла в военном автомобиле с реактивной системой залпового огня «Град». Несколько лет назад нам ее выделило Министерство обороны, мы поставили ее сюда на постамент. А так она участвовала в таких войнах, как Афганская война. Реактивную систему залпового огня «Град» принято считать внучкой знаменитой «Катюши». Она была поставлена на службу и вооружение в 1963 году. Ее главная часть – это реактивный снаряд, который способен пролететь десятки километров и поразить цель противника. Что заставило людей повредить военный автомобиль с полувековой истории, неизвестно. Активисты военно-исторического общества 1945 займутся восстановлением экспоната. Такие автомобили еще есть на хозяйстве у некоторых организаций. Наверное, думаю, найдем, поищем, найдем. Если не найдем, то есть другой выход – сделать из поликарбоната современно и вставить. Они даже будут покрепче и не так будут разбиваться. Скорее всего, наверное, таким путем и пойдем. Свидетелей происшествия пока найти не удалось. События не зафиксировали и камеры видеонаблюдения. Но активисты военно-исторического общества не теряют надежды привлечь к ответственности тех, кому помешал музейный экспонат. Хулиганов бы хотелось найти, если это дети, с ними провести профилактическую работу. Просто сказать, что так делать нельзя и объяснить, что все-таки это экспонат. Если это кто-то просто со зла сделал, ну, бог им судья. В парке музей «Патриот» готов постамент еще для одного экспоната. В будущем там появится десантный бронетранспортер. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.